Щелковские очистные сооружения осенью прошлого года стали структурным подразделением муниципального предприятия Межрайонный Щелковский водоканал. Туда же перешли бывшие сотрудники предприятия Эко-Аэросталкер. Функции очистных не изменились, но, пожалуй, можно сказать, что появились новые возможности. Два дня назад началась масштабная работа, которая займет не один месяц – освобождение иловых полей, расположенных на территории второго технологического комплекса. Напомним, основную массу обезвоженного илового осадка, которая остается после обработки поступающих стоков, сразу вывозят за пределы Щелковского района. Резервные иловые карты предназначены для накопления осадка в период сервисных работ в цехе механического обезвоживания или на случай аварийной ситуации. То есть в обычном технологическом процессе они должны быть пустыми. Последние два года осадок только накапливался и не вывозился. На картах сегодня порядка 55 тысяч кубометров ила. Соответственно, чтобы обеспечить непрерывный цикл обработки стоков и соблюсти технологический процесс, карты необходимо освободить, что и делается сейчас. Весь осадок, который здесь накоплен, вывозится в специальные места, где производится его обезвреживание и повторное использование в сельскохозяйственных целях. Это почвогрунт, которым впоследствии можно использовать при депонировании полигонов ТБО, для обеспечения повышения плодородности слоя земли. То есть масса применений есть для этой почвогрунтовой смеси. Работа проводится за счет областного бюджета. Государственный контракт заключен между Министерством ЖКХ Московской области и генеральным подрядчиком ГУП «Мособлкоммуналстрой». Вывоз и переработку ила осуществляет лицензированная организация «Биоэкопром». Щелковский межрайонный водоканал в настоящее время является эксплуатирующей организацией для щелковских очистных сооружений и канализации. И мы своими силами обеспечиваем погрузку осадка для его последующего вывоза. Освобождать иловые карты на очистных сооружениях не случайно начали сейчас, в мороз, чтобы минимизировать распространение неприятных запахов на город. В настоящее время все биологические процессы, протекающие в осадке в нормальное теплое время года, они заторможены, прекратились. И это самое благоприятное время для его вывоза. И тем не менее, нельзя полностью исключать появление неприятного запаха, говорят специалисты межрайонного водоканала. Грубовато, но факт. Не трогай, не воняет. И наоборот. Да, риски минимизированы, они практически сведены к нулю, но возможно разовые какие-то отклонения. И поэтому, ну, просим отнестись с пониманием просто. На период действия вот этих работ, на период их проведения, возможно возникновение, незначительное возникновение посторонних запахов в пределах Щелково. Работы по освобождению резервных иловых карт от скопившегося осадка обещают завершить в марте. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова